итак продолжим дальше что мы имеем на данный момент что обращать на себя внимание в первую очередь из того что уже есть это рабочие есть один чувак англоязычный зовут его Джо Гилдер он делает крутую музыку рок профессионал занимается в своей студии и у него есть такая методика присведения то есть когда он слушает общий микс его внимание рассеяно он слушает общую композицию и в какой-то момент какой-то из инструментов или дорожек как он выражается тянет руку обратите на меня внимание и ты начинаешь уже обращать внимание конкретно на какой-то инструмент и понимать что в нем не так и исправлять ситуацию для методика очень крутая и я ее тоже использую так вот рабочий у нас слишком короткий то есть у него есть атака но мало тела если открыть задача это тело чуть-чуть увеличить чтобы он звучал более продолжительно и более ощущался его присутствие мы сделаем это несколькими способами во первых мы удлиним удлиним каждый из сэмплов то есть мы укорачивали если вы помните сейчас мы их удлиним назад чуть-чуть с помощью параметра release то есть это продолжительность как раз воспроизведения сэмпла так он звучит целиком но нам полная длина сэмпла не нужна поэтому я его укорочу клэп можно ставить как он есть и повод этого сэмпла была причина по которой мы укоротили его тогда там если он производится полностью то последний момент есть грязь которая не нужна это похоже на ревер комнатный но он как вы видите не управляемый поэтому лучше избавиться от этого призвука и сделать ревер отдельно уже позже пока так оставим далее применим применим сатуратор хотели такой модульный плагин наверно вы узнаете это камеру краше тут есть несколько штук и дисторшен и компрессор все что угодно в данном случае чуть-чуть перегрузим с помощью этого плагина ну вот как видите когда пол полностью он применяется то исчезает атака вообще это тоже не есть хорошо поэтому мы его применим не полностью с помощью этой ручки микс выберем нужное соотношение а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим по уровню, что у нас происходит. Пока примерно так оставим. Ну, теперь добавим FX-канал. Делаем его в комнату. И сюда добавим плагин Valhalla. Ривербератор. И для того, чтобы применить его как раз к рабочему. И, возможно, потом еще к тарелкам. Смотрим, что здесь есть. Интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляем канал со снейром на этот FX-канал. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Ну, можно пока так оставить и пойти дальше. Так, дальше мы хотели добавить ревербератор, насколько я помню. Ну, во-первых, создадим автоматизацию для нашего самого первого инструмента. Да, у него ревера нет. Поэтому сигнал пока что сухой. Ну, можно для него создать какой-то свой ревер. К примеру, возьмем Arts Acoustics. Интересный регулятор. Если его разобрать, то... Ну, или понять его работу. С ним очень легко иметь дело, если не так сказать. Тут каждая ручка, она, в общем-то, имеет определенное и понятное значение. У Valhalla, на мой взгляд, с этим чуть посложнее. Там не всегда однозначно ты понимаешь, какая ручка за что отвечает. Ну, во-первых, сухой сигнал устанавливаем в ноль. То есть у нас, так как мы используем ревербератор в разрыве, поэтому сухой сигнал должен полностью проходить. И подмешиваем немного или много сигнала уже обработанного, то есть реверберации самой. Можно попробовать самим настроить. Установить, к примеру, время длительности реверберации 3 секунды чуть больше. При дилей пока не трогать. Ну, атаку и спред тоже можно пока оставить. Room Design тоже установить какой-то, то есть размер комнаты в среднее значение. Ну и вообще остальные параметры тоже пока оставить. Брать нижние частоты на фильтре реверберации. Ну и, соответственно, здесь уже потом еще немножко подрегулировать. Так, слушаем, что получается. В принципе, неплохо уже. Только убрать чуть-чуть верхних частот. И, возможно, поменьше длительности реверберации. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пока так оставим. Идем дальше. Запишем, то есть пропишем первоначальную предварительную автоматизацию для ручки. Готов. Напомню, чтобы записать ее в процессе воспроизведения, мы зажимаем клавишу. То есть кнопочку W. Это то есть запись автоматизации. А потом ее можно убрать и настроить автоматизацию уже. Отдельно. Первое какое-то время, допустим, у нас будет. Ну, либо вообще убрать сначала первые восемь тактов просто барабаны. Вот. И далее уже вступает в этот арпеджатор. Вот этот инструмент мы так же отодвигаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь, наверное, хочется, чтобы появились тарелочки. Зачем можно попробовать добавить какую-нибудь loop. Убираем Sound Browser и ищем loop. Хай-хай-т-вупс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, можно попробовать его. Так, здесь мы имеем дело с тем, что нам не нужен, наверное, весь loop целиком. Вот. Поэтому от части призвуков мы будем и исправляться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно воспользоваться инструментом Sample Editor и разрезать этот sample на куски. Он разрезает его, ну, согласно тому, что происходит вообще в группе, то есть, как только появляется какой-то звук, он определяет, что это новый кусок, новый удар чего-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, попробуем разрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он говорит, что в музыкальном режиме невозможно разрезать. Мы спрашивают следует ли отменить музыкальный режим. Мы отменяем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он у нас таким образом разрезал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убираем Dissolve Part, получаем отдельный удар разрезанный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начальные я не уверен, что нам нужны. Там у нас есть булочка и snare. И начальные удары в долях, скорее всего, нам не пригодятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока так попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то похожее на правду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно снова сделать Part, чтобы удобно было манипулировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще лучше сделать BounceSelection. Таким образом мы имеем high height loop, мы его чуть-чуть обработаем. Как раз здесь присутствует некий swing, если вы знаете, что это такое, а это некоторые смещения долей, потому что у нас в этом инструменте арпеджатор, и он тоже задан вот здесь регулятором swing. То есть если прямо, то это звучит вот так, ровно. Если же мы смещаем доли. То есть они некоторым образом друг друга поддерживают. Честно, мне не нравится, как звучит этот регулятор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Ставим пока так... Так, честно... Уберём, пока каймы краше сработало. Ставим так... И изменим тарелки. Слишком они... Грубо получается как-то так... 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 Я извиняюсь, что не всегда у меня получается быстро работать, потому что в основном в QBase я не сижу. В целом помню как в нем работать, просто некоторые вещи приходится заново вспоминать. Добавим на тарелочки ту же комнату. Так... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скорее всего он будет не один, но начать с чего-то стоит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Основная проблема пресетов в том, что они настолько бывают круто закрученные и сложно, что допилить их до того уровня, что бы применить в проекции иногда бывает очень сложно Короче, попробуем сами-сами сделать Что касается, кстати, спайра, у него по умолчанию стоит 4 голоса Это для падов часто бывает очень мало, поэтому... Всегда надо увеличивать количество голосов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавили немножко компрессии Здесь в этом сигназаторе она регулируется одной ручкой Это часто бывает удобно Добавим немного эквилизации Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем другой фильтр Субтитры сделал DimaTorzok Затействуем второй осциллятор Применим какую-нибудь еще ламу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, уже краю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok И еще одного Немного Добавил DimaTorzok Создадим Hall Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сбираем пат Посылаем пат на Hall Субтитры сделал DimaTorzok Пробуем изменить у фильтра И его амплитудный, огибающий Кривую, по которой у нас меняется Громкость и фильтр Вот так помягче происходит Потому что линейное изменение На мой взгляд Звучит очень натурально По крайней мере, в данном случае Ну и мне на самом деле нравится, как учить пат и как работает трефедрилятор. Так как у нас все здесь пока происходит, на одной ноте, то и фаду придется работать тоже на одной ноте, но единственное, что возможно, добавим какие-то дополнительные голоса. Ну и соответственно, фаду тоже пригодится. В качестве фильтра, который мы будем автоматизировать, мы будем использовать Synclone, то есть это простенький фильтр, который очень просто автоматизируется. Так, открываем автоматизацию, здесь появился у нас. Добавим чуть-чуть резонанса, чтобы изменение фильтра было более заметным. Так, окучий мне опять не дает покоя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok и может эффект сайдчейна придать сайдчейна. При помощи ShaperBox Рекомендую очень этот плагин, здесь можно задавать кривую для изменения нескольких параметров. У CableGuys есть другие плагины чисто, допустим, для громкости это Volume Shaper, а здесь не расширили и здесь уже можно заменять обязанные параметры помимо громкости, но мы будем пока что регулировать громкость и период зададим одну четвертую, в простейшем случае это будет звучать вот так Так вот, я хотел попробовать сделать сайчайн не общей громкости, а разбить его на две полосы. Но сейчас у нас прыгает только нижняя полоса, верхняя полоса остается неизменной. Для верхней мы попробуем задать период одной-второй. И чтобы громкость верхней полосы менялась только на вторую, четвертую, скажем так, на вторую долю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Такой неоднородный звук получается. В общем-то, пока это на. Пока ставим так. Так. Давайте еще добавим. Хай-Хай-Хэт. Так, здесь неправильное название. Назовем пока что хэт. Хай-Хэт. Здесь у нас группа Ижаклайн. И мы его сюда. Сюда. Ставим. Хай-Хайт. Хай-Хай. Открытый он должен быть, допустим, вот этот, и вот этот, то, что хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем на каждую слабую долю, как, в общем-то, себя high-head всегда и идет, часто точнее. Попробуем его объединить с первым хэтом, то есть два хэта звучат. Была какая-то комбинация клавиш в QBS, которая по выделению устанавливала лупы и сразу начинала воспроизведение. Забыл, как она включается. Ну да ладно. Сделаем эту ручную. Так, это направо, вторую, точнее влевую, вторую вправо. Установим фильтр. Хай-фай. Добавляем. Продолжение следует... Также обрежем подлительность... Продолжение следует... Отправим хай-хет тоже на группу с барабанами... Продолжение следует... 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 Убираем рандом ручку практически в ноль, что у нас волна начиналась каждый раз с одной точки. В первой половине волны слышно, что басов не так много басов и составляющих. Когда они звучат вместе с сабовым астроном, они взаимодействуют по-разному, поэтому в какой-то точке баса меньше. Попробуем добавить еще один осциллятор. Пропустим его также через фильтр. Попробуем добавить еще один осциллятор. Можно попробовать второй огибающий талину начинаться на позицию. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Назначим основную частоту, основную волну сабовую напрямую на выход, чтобы он не обрабатывался эффектами. А в эффекты добавим Distortion. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Ну, в целом неплохо. Можно добавить немного компрессии с большой талками. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Чуть-чуть также добавить высоты. Ну, пока на этом остановиться. Ставить аппфильтр. Немножко раздеваем частоту. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но надо с чего-то начать и потом уже подрабатывать Слишком частое поднятие на октаву лишнее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще также должен он сочетаться с рисунком первого самого инструмента Единственное, что возможно их надо будет согласовать по частотам, а так по партии в общем-то включить неплохо Также проверим на данный момент, какая у нас история со взаимодействием бочки и баса Включим особый скоб Ну а четливо видно, что в момент атаки бочки, у бочки искажается амплитуда Вот в этот момент С басовой частью вроде все неплохо, если можно так выразиться С начальной атакой у бочки не все так хорошо, если звучат просто барабаны То в этом диапазоне в общем-то все нормально у бочки Этот момент можно решить несколькими способами Самый простой и самый быстрый Это опять же ShaperBox Комкость Одна четвертая шаг Можно заготовку заранее выбрать, которая уже есть Субтитры сделал DimaTorzok Либо же оставить верхний диапазон частот не тронутым Без автоматизации громкости А нижнюю частоту В начальный момент времени мы будем как раз Опускать по громкости в момент удара бочки Если отключить ShaperBox Включить Ну и по-хорошему надо бы Ну так как у нас басовые частоты баса и бочки наслаиваются То увеличивается громкость Поэтому этот момент Надо бы Немножко исправить Как это сделать Например Создать групповый канал Куда у нас будут приходить барабаны И сюда отправить выход из группы барабанов Во-первых А во-вторых Отправить сюда же бас Таким образом мы имеем И далее Идем К хакфиктору мультипэ Субтитры подогнал «Симон» 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 И эту часть мы просто ппп отжимаем При помощи мультибенд эквалайзера Это можно сделать Также и с помощью компрессора В общем-то у них роль похожа В данном случае будет Так, насколько мы опускаем Попробуем для начала Значение минус шесть Проследите за осцилоскопом Сейчас мультибенд не работает Четливо слышно, что пассовые частоты Выпрыгивают довольно сильно И теперь мы включим мультибенд Они аккуратно поджимаются Можно чуть-чуть вернуть Либо еще добавить эквалайзер Классный от Waves Установить здесь на 60 керц И добавить Субтитры подогнал «Симон» Ну и соответственно бас тоже Мы еще немножко подработаем Немножко его перегрузим Это уже ближе к этапу сведения Хотя некоторые элементы сведения Присутствуют уже при продакшене Как вы можете видеть Таким образом сегодня поработали И далее продолжим Субтитры подогнал «Симон»